Так, мои дорогие, простите, что нет сегодня солнечной погоды, жду эту погоду уже три дня, но вот у нас что-то какой-то, какой-то прям вот капец, плохая погода, серое свинцовое небо, как будто бы, знаете, какой-то декабрь или январь, ну прям вот зима, хотя сегодня 6 апреля, и в принципе уже пахнет весной, все цветет, у меня, кстати, орхидейка зацвела, прям вообще чудесное настроение. Мои дорогие, наконец-таки обзор на великий и ужасный ганимет, сегодня сравню его с бокарой, поговорим об этом аромате, расскажу, что я о нем думаю, начну, наверное, с автора этого аромата, я вот тут его подзагуглила, этого малыша, молодой парень, Квентин Биш, француз, вы знаете, какие? И вот так вот он выглядит, вот такой вот ртатуйчик. Короче, оказывается, он делал массу моих любимых ароматов, он сделал Делину, он сделал Флёр Наркотик, ну Флёр Наркотик я так не особо люблю, но все-таки это культовый аромат. Флёр Наркотик, Делина Эксклюзив, Ганимет, Виненум Кис, который я обожаю от Экс Нихила. Что у него тут еще? У него тут очень много люксовых ароматов, это Зодика Вольтер почти все, Бушерон, Жан-Поль Готье, Миссони, Миллион, вот это Пакарабан, да, тоже хит Европы, каждая вторая им тут пахнет. Томейд, Кюр, Кюр кожа от Экс Нихила, Луэва, Террибл Тедди, который у меня есть от Пенхолигонс. Что тут? Ну, в общем, тут такой Мистери Табако, это же вообще мой любимейший аромат, самый лучший аромат с табаком, который только есть. Вот, Трусарди, который вот миндальный мне очень понравился. В общем, Буа Империал, это тоже его аромат от Энсиал Парфюм. Короче, тут вот список просто, что он натворил, каких он натворил чудес, этот чувак. Это просто, начиная от Зары, заканчивая, там, какими-то супер нишевыми ароматами, это все сделал вот этот Квентин Биш. 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 Бише, может быть, Биш. Ну, короче, давайте вернемся к нашему Ганимеду. Как я про него узнала? Вы знаете, какой-то начался мейнстрим такой на парфюмерной тусовке, наверное, где-то год назад, может быть, чуть меньше. Все начали этого Ганимеда показывать. Это то же самое, что было когда-то с Бакарой. В Бакаре мы сейчас вернемся. Вы знаете, когда начали все говорить, Аня, ты пробовала, Аня, ты знаешь, как тебе, как тебе, как тебе. Когда вот начинается вот такое давление со всех сторон, все начинают спрашивать про какой-то аромат, у меня начинается такое противостояние вот этому мейнстриму. Вам, вы все тащитесь, мне, значит, не надо, значит, я такое не хочу, значит, я такое не люблю, мне не надо, отстаньте. И я как-то вот, почитав пирамиду, меня Ганимед не заинтересовал. Почему? Потому что у этого бренда, Марк Антуан Баруа, есть еще один аромат. Что-то какие-то цифры там. И он настолько такой кожаный, анималистичный, такой вот тяжелая, прям такая ниша, что я думала, что этот аромат будет такой же. Вот у меня, как бы, знаете, пошло вот, как бы, отрицание, потому что тот первый аромат этого бренда, у него, по-моему, всего два аромата, Ганимед и вот этот вот первый с цифрами, он, как бы, меня отпугнул. И я решила, что мне не надо, я послушала, почитала пирамиду, и что там было написано, что там, как бы, есть, этот аромат называется семейство кожаных, а я кожаные ароматы не люблю, хотя там не кожа, а замша в этом аромате, и она вообще здесь не читается, не чувствуется. И я, как бы, такая думаю, мне не надо, мне не надо. Итак, что у нас в композиции в Ганимеде? У нас здесь шафран, танжерин, иногда пишут, что мандарин, фиалка, османтус, бессмертник в базе, фиалка и османтус, это у нас середина аромата, и у нас бессмертник, и акигалавуд, акигалавуд, это у нас в базе. Ну, это какая-то просто древесная нота. Ну, вот этот шафран, танжерин, это всё-таки такая, для меня шафран, ароматы с шафраном, это всё-таки такие вот специевые ароматы, хотя тут специевых не чувствуется. Фиалка даёт, конечно, нам пудровую и сливочную ноту, османтус, это такая тоже вот, пудра и османтус, это такие вот, это вот такие пудровые цветы, которые дают такую некую сливочность. Итак, аромат, вот такой красивой коробки, кстати, он не очень дорогой, 95 евро маленький флакон и, по-моему, 175 или 180 соточка. Ну, нормальная цена, учитывая, что это такой хит, и, конечно, это стоит того, мне аромат очень понравился. Аромат вызывает у многих людей разные впечатления. И почитав, и послушав своих знакомых, все говорят, кто-то слышит медицину, кто-то слышит резину, кто-то слышит стерилизованный какой-то медицинский кабинет, кто-то слышит только что напечатанный журнал, то есть такой типографский запах. То есть у этого аромата, как вы помните, было синее и белое платье, да, людей от этого глючит, понимаете, просто глючит. Это какая-то новая парфюмерия, это какая-то такая химия, да, что у людей просто абсолютно разные, категорически разные впечатления от аромата. Итак, коробка, вот эта штука снимается. Здесь у нас вот такая вот голограммка, вот такая вот голограммка, что у нас здесь написано. Значит, фантастическая, фантазия Dolce Vita XXI века, элегантный новый аромат, в общем, тут смешан, микс свежести, мандарина, кожи, в смысле sweet, замши, древесных и специевых нот. Вот, в общем, ну вот такой вот аромат, и написано, кстати, что сделано во Франции, и композиция создана носом Квентином Бишем, да. Вот так вот, в общем, вот красиво, синяя коробка, немножко я уже ее заляпала, вот так выглядит это все в коробочке. Здесь у нас вот такая вот книженция, а что в книженции написано? А, тут какие-то, видимо, награды, награды, значит, фифи, фифи, потом какой-то еще победитель 2020 года, парфюмерных каких-то выставок, наверное, и конкурсов. В общем, легендарный аромат, книжка вкусно пахнет, пахнет, так вот, первый аромат этого бренда называется B683 Extract, вот, и насколько я знаю, этот аромат очень-очень жесткий. Поэтому я думала, что у этого бренда будут все такие ароматы, такой, знаете, кожаная, анималистичный, вообще не моя тема. Ну, в общем, у этого бренда пока два аромата, еще есть свеча, или что это, номер 6, а нет, это все-таки парфюм. Так, ну что у нас тут, я просто смотрю, что в этой книжке. Короче, мне понравилось, как пахнет книжка, пахнет немножко ганимедом и типографской краской. Всем интересно, и, конечно, когда вы можете попробовать маленький вот такой вот пробничек, да, вот сейчас покажу, расскажу про них, то, конечно, вы можете понять, вот такой вот неоднозначный, сложный, непонятный аромат, стоит ли его покупать. Потому что вот мне он зашел, для меня это вот сейчас, сегодня, добрый вечер, это мое парфюмерное я. Я сейчас не хочу ничем другим пользоваться, я хочу обливаться ганимедом, потому что он космический. Действительно, так, мне кажется, пахнет, может быть, в раю, может быть, так пахнет на Луне или на Марсе. Он фантастический. Не зря его назвали ганимедом, потому что ганимед, это, по-моему, спутник Юпитера, что-то там такое. В общем, загуглите, кому это важно. И я просто от него балдею. В нем есть, конечно, какие-то ноты и чуть-чуть мужского аромата. И где-то есть немножко солоновато-медицинские ноты, и мы возвращаемся к Куркиджану Баккара. О нем расскажу в конце, как бонусом. Но тут все вместе. Тут и сливочность вот этих вот османтуса и фиалки. Тут есть немного такая свежая, вот такая вот какая-то цитрусовая нотка. Тут есть солоноватая вот такая вот какая-то соленая морская вода, или какая-то воздушная нота озона, чего там только не придумают. В общем, аромат фантастический. Произведение искусства. Понимаете, есть там носомата, да, которая создает произведение искусства в своем бренде, да. Каждый аромат – это вызов, каждый аромат – это история, каждый аромат – это какая-то вот что-то новое в парфюмерии. Вот это тоже что-то новое в парфюмерии. Прекрасный ганимед. Говорят, что аромат унисекс. Вот такой вот он красавчик. Вот здесь такая вот наклейка. Это никакая не железка, это наклейка. Даже не наклейка, а так покрашен на флакон. Такие тут ребриски такие вот на флаконе внизу. Вот красивая немагнитная кнопка. Просто она так вот защелкивается хорошо. Вот такая вот красота. Я думаю, что если у меня этот флакон быстро закончится, я буду покупать еще один, потому что я… Давайте поближе к вам сяду. Я буду покупать еще один аромат, потому что… Вот так вот сделаем, потому что это я. Это я. Тут и нежность, тут и загадочность, тут есть какая-то тайна. Он очень стойкий, он очень шлейфовый, он так раскрывается красиво у вас на волосах. Если вы нанесете его на кожу и немножко вот так вот по волосам пройдетесь, то на волосах останется вот чуть-чуть этого ганимеда, а это просто какая-то невероятная манкость. Я не слышу здесь ни больницы, ни резины, ни медицины. Я не слышу здесь никакой типографской краски. Я здесь не слышу никаких мужских дешевых духов там или одеколонов. Я здесь слышу просто какое-то откровение. Откровение, в которое хочется погружаться, хочется этот, знаете, аромат слушать, нюхать и помолчать. Помолчать, побалдеть. Когда вы смотрите на красивую скульптуру или на красивый какой-то архитектурный ансамбль исторический, или вы смотрите на какую-то картину, которая вот вас вставила, вот это тоже самое, вас тоже от этого вставят, скорее всего. Ну мы же понимаем, мы все разные, понимаете. Я вот с кем делилась этим ароматом, пишут мне, боже мой, Марта мне написала. Говорит, пахнет, как будто бы какие-то бинты в носу. Кто-то написал, боже мой, это какой-то мужской аромат. Даяна сначала попробовала, сказала, что они с мужем решили, что пахнет покрышками. А потом на следующий день она пошла и купила этот аромат в Ривгош, нет, в космотеке. Вот, то есть понимаете, всем по-разному этот аромат заходит, но это однозначно что-то новое. И вот я очень жалею, что я раньше с ним не познакомилась. А познакомилась я с ним благодаря Леночке. У меня есть такая Леночка из Германии, оставлю на нее ссылку. Она мне предложила, говорит, ну, говорит, у тебя все спрашивают про ганимет, давай я тебе ганимет пришлю, попробуешь. Вот, она делает вот такие вот отливантики чудесные. И вместо одного ганиметика она мне тут прислала кучу всего и кучу теперь у меня хотелок. Так, где этот ганимет-то, боже мой, не могу его найти. Вот он, вот такой вот ганиметик. Тут, наверное, 2 миллилитрика, скорее всего, вот такой вот отливантик. Вот, и я, когда его нанесла, я просто поняла, что вот оно. То, что я так давно искала и хотела. Есть немножко соль, солоноватый, он не сильно сладкий. Тут есть какая-то вот и нежная сладость, и немножко соли, и эта вот солоноватость немножко похожа на бокару. Чуть-чуть, этот бокары здесь что-то есть, чуть-чуть, конечно. Итак, в общем, она мне прислала вот такие вот отливантики чудесные. Я здесь прибалдела от Томас Космала, 4-й. Тоже аромат, похожий на бокару, только лучше, нежнее, культурнее. И, конечно же, Ту-Ти-Грити, это тоже аромат, который ко мне едет, потому что я... Это как Honor, только свежее, вкуснее, такой какой-то кокосовый, такой фруктовый аромат. Ну, возвращаемся к Ганимеду. Так вот, если бы Леночка мне не прислала эти отливантики, я, конечно, бы никогда в жизни не познакомилась бы с моим парфюмерным «Я». Итак, конечно же, это очень удобно, это очень классно. Посмотрите, вот можно взять вот такой парфюмерный гардероб с собой в любую поездку, потратив немного денег, да, у вас целый парфюмерный гардероб здесь, да, ну, можно этот пробник убрать и оставить только вот... оставить только пробник и отливантики. И вы можете с таким вот мешочком путешествовать, знакомиться с новыми ароматами. Смотрите, тут, наверное, на несколько тысяч евро ароматов, если покупать их во флаконах. И, конечно же, если вы во что-то влюбитесь, вы уже можете потом оформить покупку, купить себе что-то, когда вы уже аромат поносили и поняли, что без него жить не можете. Потому что иногда бывает так, что вот ты пробником пользуешься, и тебе он настолько надоедает, что ты думаешь, Господи, слава Богу, не купила целый флакон. Вот так же случилось с Куркеджаном. Я им пару раз попользовалась и не пользуюсь им. Сейчас про него расскажу. Итак, возвращаемся к ганимеду. В общем, Леночка мне такое вот сделала, мне такой подарок. И теперь, конечно же, я поняла, что я не могу без ганимеда жить. И все мои друзья, знакомые тоже хотят теперь ганимед. Кто-то купил, кто-то пользуется отливантом, потому что отливант – это классно. Попробовал и понял, надо, не надо. Что хотела сказать еще про стойкость и шлейфовость? Безумная стойкость. Безумный шлейф. Но вот Николь сказала, говорит, мама, настолько для меня знакомый аромат, как будто бы у нас что-то уже в коллекции дома есть. А мне он ничего не напоминает. Может быть, он ей Бакару напомнил. Не знаю. Мне вот он ничего, я не могу сравнить с ним. Поэтому, девочки, знакомьтесь, пользуйтесь. Если вам это дарит эмоции, если аромат вас как-то впечатляет, дарит вам какую-то радость, это же здорово. Для этого это и делается. Ну и теперь давайте поговорим про Бакару. У меня, по-моему, на Бакару нет отдельного обзора. Он тоже в свое время взорвал парфюмерный мир. Кто-то любил этот аромат, кто-то нет. Кому-то он нравился, кому-то нет. Я вам сейчас расскажу, когда я первый раз послушала на человеке этот аромат. Меня пригласили в поездку с Литуалем в Париж. И на презентации со мной рядом села девушка из Холостяка. Клюкина. Клюкина. Забыла, как зовут. Ну, в общем, короче, которая с Кридом была в финале. Я от нее чем-то так сильно пахла. Прямо так, знаете, ярко, напористо, сексуально, слишком с утра. И я ее спросила, чем от тебя пахнет. Она говорит, это Бакара. Вот тогда первый раз я услышала, что такое Бакара. Потом я стала делать подходы к этой Бакаре. То есть, понимаете, у меня каждый раз была кровь из глаз, из ушей, из носа, потому что слишком напористо, слишком солоновато. Пахло мне какой-то... Ну, вот тут действительно есть и йод, и бинты, и больницы, и моя фантазия. Мне рисовала какие-то тухлые подвалы дурдома, где везде там кровь и плесень. Ну, потом я начала пробовать экстракт. И в экстракте, конечно, у меня просто Eau de Parfum, но экстракт, он более сладкий, он более нежный, он более какой-то клубничный, что ли, ягодный. И я как-то вот через экстракт потом все-таки решила, что мне Бакара нужна в коллекцию. Ну, вот давайте ей сегодня для настроения подушимся, потому что, ну, вот все-таки такие вот солоноватые, необычные ароматы. Такая здесь, знаете, вроде здесь и хвоя есть, вроде здесь есть и хвоя, и карамель, и какие-то ягоды, и какие-то вот соленые ноты, йодистые вот такие. Они, это, конечно, новые, новое прочтение. Ну, вот для меня немножко как-то грубовато, поэтому я очень теперь рада, что у меня в коллекции появится аромат, вот который мне тоже Ленуся прислала в коллекции. Томас Космала, четвертый номер. Это, это все более как-то культурно, более сливочно, более как-то вот не так напористо. Тоже очень классный стойкий аромат, тоже от него кайфую. Какой-то просто, ну вот, ну вот, Бакаран только лучше. Вот если вы любите Бакаристые ароматы, то, конечно же, Флорентина, Спирита Флорентина от, попробуйте от Терензи Спирита Флорентина, попробуйте Томас Космала четвертый, ну, либо сама Бакара, потому что, конечно, такой аромат у паровзависимых должен быть, потому что это культовый аромат. Вот после него начались какие-то новые, новое веяние в парфюмерии. Так, что еще я вам хотела сказать? Я хотела сказать вам про аромат Туту от Грити, итальянский бренд, очень вкусный. Когда придут ко мне ароматы, я про них сниму видео, конечно же, расскажу вам про них, потому что они стоят этого. Ну и, наверное, будем закругляться, девочки. Напишите в комментариях, кто в вашем личном рейтинге выигрывает, Бакара или Ганимет, что вам больше нравится. У меня, конечно же, Ганимет выигрывает, он более сложный, более вкусный, более загадочный, более интересный, более такой вот, прям, ну, это была любовь в первых взглядах. Понимаете, когда я услышала, например, Саншайн или Делину, или Мелиору, или Имитейшн, это вот такие вот флешбеки, которые, понимаете, сразу вау, хочу, не могу, люблю моё. Вот, ну, вот так бывает. Иногда вот как Бакару нужно разносить, понять, привыкнуть, поэтому, чтобы, чтобы вот всегда иметь такую возможность послушать аромат, поносить, как он раскроется, как окружающим, потому что, если вы носите кирки или эрбопура, возможно, вам нравится, но окружающие от вас вешаются. Поэтому надо окружающих тоже спрашивать, как вам ароматы. Поэтому очень удобно иметь вот такие вот отливантики. Леночка живёт в Германии, вы можете, конечно, по Европе заказывать у неё ароматы, но по Германии вообще там, по-моему, доставка бесплатная. Короче, оставлю Ленины все ссылки в описании, потому что Леночка меня познакомила с этим ганимедом, и я рада, 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 спасибо тебе, дорогая. Ну что, мои дорогие, 20 минут мы с вами проболтали. Ну что, за этим Квентином Бишом буду наблюдать, потому что чувак действительно делает классные ароматы. Все крутые ароматы от Экс Нихила – это он, Делина – это он. Что тут у него ещё? Самый вкусный, красивый табак вишнёвый в Мистере Табака от Херера – это он. Короче, он делает крутые ароматы. Как и в люксе, так и в нише. Поэтому буду за ним следить. Попал он мне в сердечко. Делает очень классные ароматы. Ну теперь на это точно всё. Я вас люблю, я вас обнимаю. Как будто я кому-то позвонить хотела. Квентин, выписывай мне всё. Жду. Давай. Да, да, да. Можешь не запаковывать подарочное, не обязательно. Просто высылай. Всё, заказ ушёл в вселенную. Целую, обнимаю, ваша Аня Купер. Любите парфюмерию, любите себя, будьте добрыми, будьте хорошими. И всем добра и мира. Пока-пока.